Основатель компании Mojan и создатель популярной игры Minecraft Маркус Персон в свое время продал права на франшизу компании Microsoft вместе с своей студией. Сделка была оценена в 2,5 миллиарда долларов, из которых 1,75 миллиарда принадлежала лично Маркусу. Разбогадев, он купил себе дорогой особняк, на который претендовали Бейонсе и Джей-Зи, закатывал громкие вечеринки, ездил по миру. Однако совсем недавно с помощью социальных сетей он рассказал, что на его душе на самом деле висит тяжелый камень беспокойства. Проблема заключается в том, что если получаешь все, больше незачем стараться, а простое общение с людьми становится невозможным из-за неравенства статуса. Я зависаю наибице с друзьями, устраиваю вечеринки со знаменитостями и могу себе позволить делать все, что только вздумается. И при этом я никогда не чувствовал себя более изолированным, рассказал Маркус. В Швеции я буду сидеть и ждать своих друзей с семьей, пока они разберутся с своими делами, глядя на собственное отражение монитория. Когда вам продали компанию, нашей основной целью стала забота о том, чтобы с нашими сотрудниками хорошо обращались. Но теперь они меня просто ненавидят. Я встретил замечательную девушку, но она боится меня и моего образа жизни и ушла с другим. Я бы стал Элоном Маском и попытался спасти мир, но это вновь сделает меня тем же самым засранцем, который продал Майнкрафт. Люди, которые мгновение ок разбогатели, говорят мне, что это нормально и скоро это пройдет. После продажи компании Маркус часто говорил себя за то, что он сделал. Его ощущение того, что он пролил людей и не уверен, как с ними теперь поступит, видимо, еще долго будет его преследовать. Но нет ничего лучше в таких ситуациях, чем уйти в творческую нирвану. А потому, дабы наладить душевное спокойствие, Маркусу есть смысл создать свою новую студию и заняться новым проектом, идея для которого наверняка есть в его голове. А что вы думаете о такой ситуации? Неужели из-за богатства можно потерять душевное равновесие? Пишите в комментариях. Ставьте лайк, если понравилось видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. До новых встреч на новых видео. Всего хорошего, пока-пока.